Все войны мира происходят из-за национального высокомерия. Такое мнение выразил Касымшу Мартукаев на 32-й сессии АНК. К счастью, казахстанцы имеют свою уникальную идентичность. Они и празднуют, и одинаково чтят Ораза Айт и Пасху, вне зависимости от принадлежности к этносу. О переплетении традиций народов стало уже национальным трендом. Однако есть те, кому наше согласие и единство чем-то мешает. Причем эти люди не имеют никакого отношения к Казахстану, подчеркнул президент. В публичное поле из-за рубежа то и дело подкидывают фейки и провокации. Как вести себя в нынешних реалиях казахстанцам в репортаже Яны Гладковой. 32-я сессия Ассамблеи народа Казахстана символично прошла во Дворце мира. И согласие, в столицу съехались делегаты со всех регионов страны. Отмечу, атмосфера в зале была дружественная и радостная. Представители всех этносов приветствовали друг друга рукопожатиями и крепкими объятиями. Отмечу работу делегаты начали накануне. Еще свежи впечатления от первого дня сессии, как уже члены НК спешат на встречу с президентом. То ли от волнения, то ли от желания поскорее увидеться. Прибыли гости столицы в пирамиду за несколько часов до официального начала собрания. Самое главное, о чем мы говорим, каждый год встречаясь на наших сессиях, это о единении народа. Это о тружбе всех национальностей. Особенно сегодня, в это непростое для всей страны и всего мира времени. И сегодня мы ждем от президента новых направлений деятельности Ассамблеи. То есть ориентир для нас в работе на этот год, на ближайшее время. Сегодня мы ждем каких-то, возможно, дополнительных импульсов для развития наших организаций. Глава государства не заставил делегатов себя долго ждать. На встречу Касымжумар Тукаев прибыл чуть раньше назначенного часа. Президент в своем выступлении обозначил роль единства в казахстанском обществе. И назвал то, что объединяет представителей разных этносов, как внутри страны, так и за рубежом. И это бирюзовый паспорт, о котором Тукаев говорит уже не впервые. Наш паспорт дает человеку полный объем прав и обязанностей, связанных с гражданством Республики Казахстан. Вне зависимости от этнического происхождения, религиозных взглядов, социального статуса. Обладать нашим паспортом значит быть гражданином, уважаемый на международной арене страны. И иметь возможность беспрепятственно посещать все страны и ощущать себя неотъемлемой частью современного мира. Мы все одна семья, говорит президент, а переплетение традиций разных народов – наш национальный бренд. Свидетельство тому – празднование миллионами как Ураза Айта, так и Пасхи, даты которых в этом году оказались близки, подметил Тукаев. И в этом я вижу особый символизм. В дни постового раза верующие, как правило, много говорят о незыблемых нравственных ценностях, высказывают друг другу добрые пожелания. Точно так же и Пасха является светлым праздником, взывающим людей к самым высоким гуманистическим идеалам. Поэтому все эти праздники стали общими для миллионов граждан нашей страны, независимо от их этнической принадлежности. Но есть и те, кто стремится подорвать наше единство и согласие. Причем они не имеют ничего общего с Казахстаном, подчеркивает глава государства. В этой связи Тукаев призывает граждан не идти на поводу у эмоций и не вестись на повестку вражды. А чужие информационные войны и идеологические споры оставить тем, кто их учинил. Все провокации на межэтнической, языковой и социальной почве государства будут жестко пресекаться в рамках закона. Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Комитет национальной безопасности будут держать этот вопрос на особом контроле и действовать согласно закону. Плюрализму – да, радикализму – нет. Этот принцип остается незыблем. Высказался президент и о казахском языке. Вопрос о владении им стратегически важен. Он должен стать повседневной нормой, но без перегибов, подчеркивает Тукаев. Это историческая задача, которую предстоит решить не только профильным министерствам, но и всем обществам, не допуская при этом инсинуации и ажиотажа, а действуя благоразумно и поступательно. Граждане, которые не изучали государственный язык и не владеют им в требуемом объеме, ни в коем случае не должны ущемляться по языковому принципу. Это я подчеркиваю. Подытожив, президент сказал, что все войны в мире происходят от национального высокомерия, нежелания и неумения видеть в представителей другой национальности близкого человека и друга и призвал не путать истинный патриотизм с национальным чванством. Нам всем хватит места на бескрайних просторах великой степи. Нам всем есть, что беречь на этой священной земле, ради чего работать и жить. Будущее Казахстана, судьба наших детей, наследие наших предков, все в наших руках. И мы с гордо поднятой головой принимаем любые вызовы времени. После Касым Жумар Тукаев за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничество между народами наградил членов АНК почетными медалями и орденами. Благодарности от президента удостоился и российский блогер Иван Червинский. Парень рассказывает многочисленным подписчикам о культуре, жизни и талантах Казахстана. Тукаеву Червинский признался, что в душе он себя уже чувствует немного казахом. Я открыл Казахстан для себя в 2017 году благодаря Димашу Кудайбергену. И с тех пор я сделал более 4000 репортажей и фильмов о Казахстане. Я проникся культурой и духом казахского народа. И сам уже немного мен казах пен. После закрытия сессии делегаты еще долго не расходились, фотографировались и делились впечатлениями друг с другом. Яна Гладкова, Нуржан Махмутов, Алма Жулубаев, Astana Times.